Приветствую вас, и мой ответ, мне бы хотелось начать с того, что сказать следствие. Ваша заниченная самооценка, вот вообще, как вот, есть уровень оценки себя. Этот уровень, определенно, ну, что-то из себя представляет, да, какое-то количество он из себя представляет. Вы говорите, что самооценка у вас занижена, то есть вы знаете, что ваша самооценка занижена. И при этом, зная, что она у вас занижена, самооценка, вы все равно, видимо, ее придерживаетесь. То есть, как это происходит? С одной стороны, вроде бы как, вы понимаете, что ваша самооценка в действительности куда больше и куда более выше. Вы это понимаете сами для себя, вероятно. Но, по какой-то причине, даже осознаваясь, что ваша самооценка занижена, вы продолжаете эту самооценку продвигать, как бы, ну, в своем поведении. И тогда давайте подумаем, что раз вы определенно имеете понимание, имеете некое такое, знаете, представление о том, какая, какой должна быть ваша самооценка, какая она нормальная, да, адекватная, правильная и так далее. Почему вы все равно обращаете внимание, делаете доминирующий тот уровень самооценки, который не является правильным, не является таковым, не является адекватным, не является объективным. И тогда можно говорить о том, что у вас комплекс, и у комплекса всегда есть, ну, как бы, механизм образования. Либо вам кто-то внушил то, что у вас, ну, недостаточно, например, хороший внешний, либо вы сами получили некую обратную связь, которая заставила вас думать подобным образом. То есть необходимо проанализировать источники вашего понимания, вашего отознания себя, на чем эти источники, условно говоря, базируются, на чем они основываются, вот это то, что вам нужно для себя понять. Это то, что вам нужно для себя сделать. Это то, с чего нужно начать работу с вами, понимаете? То есть, ситуация заключается в том, что у вас где-то произошел сбой восприятия себя. Кто-то или что-то на это повлияло. И вот нужно работать с теми моментами, которые сформировали у вас данное представление о себе. И разбивать ошибочные понятия, ошибочные взгляды, ошибочные ассоциации, которые происходят по-разному в разных видах комплексов, и формировать у вас новый взгляд на себя, ориентирующийся на, по большому счету, объективные представления и о мире, и о вас, и о вас в этом мире. Я думаю, именно так, мой ответ на ваш вопрос. Только работа с психологом, только анализ, только личная консультация, поможет вам не только определить причину и условия возникновения комплексов, и также проработать их, но и сформировать новую модель поведения, которая бы в большей степени отвечала бы тому, чего вы хотели бы. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!